Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчера, пока начинала заседание рабочей группы, если мне, как вам, так сказать, старайтесь подводить и продолжить его, сообщаю, что у нас заседание, что у вас все готово получится, а будет оперативно дисциплинированно. Тем более, что все вы видите, что это будет дисциплинированно, как хорошо будет. Что случилось? Я, для начала, представлю всех присутствующих, кого всем знакомы. Ну, во-первых, член общественной палаты Василий Филипповский дал. Правильнее будет Веселье, хотя всю жизнь насчет называли Василием. Веселье! Меня это на встрече не обижает, потому что там не очень резко. Я сказала Веселье, что не было. Ну, не принципиально. Ну, ладно, не дожди. Я сказала Веселье, что все изменилось, как говорилось, может быть, что я. Извините, пожалуйста, назовите все откровенно, по-твоему. Веселье, Жюрина, как? Павел Веселье, Жюрина, как? Павел Веселье, Николай Владимирович, я сейчас обучаю в этом. Как правильно пишут, что в Соловейске? Павел Веселье. Павел Веселье, Николай Владимирович, очень приятно. Член общественной палаты. И я, следовообщественного палата, на городской области. Вот у меня, в общественной палате, в Соловейске. Остальные присутствующие, это профессиональные адвокаты и правозащитники. Мы вот начинаем по порядку. Кана 72 льстей, член правозащитник имеет лоб в защите прав в каждом судах. И здесь, значит, идут два профессиональных адвоката. Прокопов, Светлев, Денис и Бабченко, Бабченко и Тереван, с большим боксом работы. Песарова Калина Петровна, она тоже правозащитник, она защищает экологические, правообразные, свои жизни и свои деревни, очень серьезно, что это на протяжении. Игорь Юрьевна, заставительская, возглавляет от двух старейших правозащитных организаций на дороге в области рекомендации «Справа человека». Константин Маркин, это профессиональный адвокат, который теперь выизвестен в тем, что он вызвал в России в суд в европейском судьбе. Работа пошла, студент Джон Бака, общественный, с которым мы только начинаем, так сказать, пристроение к делу, к общественной работе. Я думаю, что он получит опыт на положительный и будет с чем-то учиться. И Геннадий Юрьев, он тоже профессиональный адвокат и имеет опыт в защитных разгарах. Значит, сообщали, что общественная палата расплывалась сегодня на 7 вечера, сегодня на заседание общественной палаты, которая началась в 16 часов. Будет рассматривать вопрос о проведении публичных слушаний общественной палаты на тему вопроса эффективности судебной защиты на дороге области. Я думаю, что этот вопрос будет еще и положительный, и решение о проведении таких публичных слушаний будет принято. В этом случае совет палаты принял такое решение, что слушания проводить нужно. Была создана рабочая группа, составит сколько человек я, Викторий Юрий Михайлович и Геннадий Николаевич, которые вы сейчас сказали. И сейчас для участия в рабочей группе приглашены даже и вы, потому что вы как-то связали на участие. То есть сейчас вещь идет в вопрос, чем вызвано коротко, чем вызвано неоправедливость в личной службе. Мы имеем опыт работы суда и защиты прав права, понимаем, что судебная система не совершена как сперва объективных, как и под объективных причин. Мы должны это все проанализировать и учитывая, что в стране новые времени, новая ситуация, но новый пункт, потому что он тоже меняется вместе с ситуацией, все другое, мы должны выразить предложение конкретное, что нужно сделать, чтобы суд работал лучше и действительно судебная защита прав была эффективной. Чтобы не получилось так, что человек в суд защищает свои права, получается, что еще хуже. Ему еще и больше навредили, и сделать еще надо невозможно. Значит, для выработки вот таких конкретных предложений, которые мы, конечно же, по итогам вопроса, чтобы нам могли передать федеральные органы власти и законодательные, и исполнительные предприятия инстанции. Значит, я предлагаю сделать следующее. То есть мое предложение такое. Значит, это очень широкая тема. То есть у нас взяты три несколько основных направлений. Экологическая защита права граждан, вернее, защита экологических права граждан, жилищных прав, трудовых и пенсионных. Значит, затем, защита, судебная защита от незаконных решений органов государственной власти и муниципальной власти. Значит, потом эффективность, эффективность оказания юридической помощи, эффективность судебной защиты, то есть, как следствие, то есть, кто-то, 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 кто-то никогда не хочет оказать юридическую помощь. Вот такие направления. Я предлагаю присутствующим, так сказать, разбить, становить группой населения. Взять на себя, подготовку, несколько его анализа, может быть, доклада, может быть, нескольких выступлений по этому поводу. В дальнейшем, значит, назначить заседание рабочей группы, например, на 11 января, собрать, в общем-то, на мелкие, у кого что есть место, посмотреть и решить. Это будет свой общий доклад, или это будет несколько докладов, или это будет серия выступлений, которые закончатся на торговой резолюции. Я предлагаю это уже определить форму вот этого документа, и этих документов определить, на депутатной следующей рабочей группы, например, на 11 января, но и до 12, как бы, вот по вашему предложению. Но сейчас, учитывая, в новогодние праздники, все-таки два рабочих дня впереди есть, 28 и 29. Я прошу вас, вот, всех, кто собрал, принять участие в следующем, взять на себя какую-то часть работы. Год 28-го, 29-го, что-то поработать, что-то поделать. Пописать. Значит, еще, допустим, сделать, попросить этому, допустим, 9-е, 10-е число, вот так, 4 дня полных, получается, у нас, и один, что мы уже набираем все с теми материалами, которые у нас есть. Еще я бы сказала, что обязательно нужно большое направление взять как обвинительный уклон в судах, и в частности в судах, и в частности в частности в частности. Это вот только профессиональный векаб, но в этом поможет, в этом помочь, и, конечно, тут только, ну, так сказать, могут получаться. Поэтому, если не против, давайте я вот предлагаю такую форму работы. И предлагаю выехать. Ну, во-первых, все нам участвуют в палате. Иных хочет. Начнем с правозащитника. Я потом уже всклюсь, потому что я сразу же не наблюдаю. для дополнительных участвов, дополнительных двигателей для реализации этого проекта. Находилось в одних суть вопроса, хотя на совете, в принципе, очень грамотно мы получили раскладку от Галины Васильевны. Батин, извините, да, значит, очень грамотная раскладка по этому мероприятию. И совет, если на два соответствующих урешения этого мероприятия, мы обязательно должны провести. Мы его обязательно проведем. Какие у вас, как вы, так скажем, двигатели нашей юридической поддержки общественной палаты есть в своем мероприятии? И что там есть, мы хотим увидеть, услышать, понять? Ну, вообще, я, как раз, не ответил на заседание Совета, которое, в общем-то, вот то, что сейчас я услышал, я тоже в Кирове, соответственно. Ну, просто вот я на звук, вот сейчас вот, разницу вот принял. У меня там два вопроса, что, почему у нас, мы берем только суд письяных по вопросу отменившего укола. Не столько, в том числе и с участием письяных. Потому что, понимаете, среди обывателей, и люди уже очень много знают об этом суде, среди обывателей существует такое мнение, что суд письяных – это самый справедливый суд, там, возможно, никакое давление, только суд письяных может оказать невиноват. На самом деле, и суд письяных оказывает давление, и присутствует обвинительный слой, только очень скрытый. И об этом тоже надо говорить. А то, что обвинительный укол участия просто профессиональных судей, ну, просто они бы вместо какого-то, или другого специалиста, и тебе хватает, или я думаю? Мы хотим это мероприятие, я вот немножечко перебью, значит, мы хотим это мероприятие провести в конструктивном ключе, опуская все эмоции, хотя я понимаю, что эмоции, они накоплены, да? Да, и на совете палаты мы много эмоционировали по этому поводу. Хотелось бы в первую очередь, именно конструктивно. Не то, чтобы кто-то на кого-то нападал, а эти кто-то, соответственно, вторая половина, она, соответственно, наверное, оправдывалась, а вот вы тогда вот сказали, а вот кто-то, кто-то, кто-то сделали, а вот теперь давайте поговорим, у нас все-таки оправа вот такой претендентное, да, или оно у нас, как бы, не носит законодательный характер, чтобы все было получилось. Сергей Михайлович, мы помним на совете, вот этот участок, вот, что ты делаешь, вот, что ты делаешь, ну, вот такой, какой-то, 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 Андреан. Андреан. Он же говорил, он делал предложение, он сказал, что не надо общих, таких, каких-то, обличающих, своего, или расплаляющих фраз. Он сказал, побольше конкретных примеров. Все к этим согласились. И здесь собравшиеся тоже понимают, на анализе конкретных дел, и кто, что кому-то, как я сказал, а что изложил в суд в своем документе, насколько документ мотивированный, и веб-ли-Авт, насколько он мотивированный, насколько доказательна была одна сторона и другая страна, насколько беспристрастный был суд, а беспристрастность, эта категория правовая, она тоже, так сказать, оценивается судами, в том числе, вышестоящими судами европейцев. То есть мы здесь ведем об анализе ситуации, обобщая анализ конкретных дел похожих. Вот, вот мы сейчас все равно говорим с вами в общем-то прохождение. Я прошу прощения, уважаемые коллеги. Так вот у нас все-таки запланировано заседание рабочей группы не в этом помещении, а где связь, да, для просьбы. Я вас не только прошу, что у нас уже заходит... Нет, нет, нет. Мы здесь без двух минут, четыре минуты. Нет, без двух минут. Нам же 3 тысячи подготовить все надо, и заправить презентацию. Если есть тогда возможность, то просто вырезать вас. Хорошо, куда идти? Парни, тогда... Нет, 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 Викторовна, мы обещаем, что 10-12 минут мы справимся. Сейчас у нас первое заседание, а я вам обещаю, что за 10-12 минут мы... Мы же сейчас координируем, векторы направим работы, как в каждой... Не снимайте. Все, я предлагаю. Все все поняли, что должны быть конкретные... Вы все догадались? Да, да, да. Согласны, что нужно раздать по направлению. Да, Калина Валентина, кроме этого, хотелось бы, чтобы это не какое-то одно-два дело были. Мы говорили с вами о том, чтобы ввести какой-то общий тренд и направление работы судебной системы. Вам необходимо будет, и нам необходимо будет, всем подготовиться к этому мероприятию. Оно будет серьезно. Соответственно, нам нужно проанализировать все это. Так, вот я к этому должна показать подождение. К этому мы должны с вами прийти. Это не одно-два дело. Дайте сказать, дайте. Значит, во-первых, вот каждый из здесь присутствующих, даже включится Роман Абашкин, смотря на его молодой год и малый год, каждый из здесь присутствующих это люди, которые прошли много сроков и весь большой опыт. Кроме того, они общаются с коллегами, то есть они имеют возможность получить информацию, получить средний и первичный материал в подруге в судах. И они это умеют делать. Это первое. Так, вот еще раз говорю, давайте определимся, кто возьмет какое направление. Это вот сейчас мы отговорим, что мы с конверсиями. Значит, что поставим обобщение. Значит, вот второе, с которым я хотела бы представить рабочие группы, только если, значит, это дело утвердится, утвердиться, то мы попросим общественные аналитические системы, которые админируют деятельность общественной палаты, направить по нашей точке законы. В Новгородский областной суд, я предлагаю сделать такой закон, в Новгородский областной суд, за, значит, предоставили сведения за период, за последние, например, пять лет, сколько в Новгородском, в Новгородских судах и в частности в Новгородском областном суде вынесено ображдательных приговоров. По первой инстанции, сколько инвестиций устояло, значит, и разделить по категории расслабленных профессиональными спутями и расслабленных с участием комедии пустяшников. Скажите, пожалуйста, сколько по закону, если мы предоставим эту бумагу им в кратчайшие сроки, как долго по закону они будут обрабатывать все эти? Мы, они, конечно, могут подплаться, что это всего лишь обращение граждан, или обращение организации месяц, чтобы они нам длины в течение пяти дней. Хотя, в том случае, когда трудно закон сделать в связи с рассмотрением каких-то делов, он просто, чтобы не было...